Все батареи в доме Светлана Тимофеевна прикрыла покрывалами. Говорит, слишком жарко, плюс 24 градуса в квартире. Она к такому делится женщина не привыкла. Раньше, так говорит, жила практически в трущобах, а там температура зимой выше 18 градусов не поднималась. Прописана была Светлана Тимофеевна в так называемых финских домиках. Помимо холода в квартире имелись и другие проблемы. Например, вода была не то, что для питья непригодной, так даже на стирку не годилась. В том доме прожила более 50 лет. И вот некоторое время назад женщине сообщили, что дом их признан аварийным. И всех переселяют в новые квартиры. Причем сделали все очень быстро. Я не буду ничего, что восторженную, нет. Но мы так думали, может и неправда. Но вообще-то этот дом я проезжала, мы на кладбище ездили, показали, что этот дом для нас строится. Я даже не поверила, красивый такой дом. Неужели мы сюда перейдем, у нас перейдут, вернее дадут нам документы сюда. Вместе с собой в новые уютные квадраты Светлана Тимофеевна перевезла и любимого кота. Рассказала, 6 лет назад взяла его еще котенком. Тогда, чтобы в квартире не замерз, пришлось его шалью укутывать и бутылку с горячей водой подкладывать. В новых же квадратах кот Филимон быстро обжился и даже набрал пару лишних кило. Ежедневно приходят к Светлане Казаковой и гости, бывшие соседи по ветхому жилью. Говорят, как жили там все вместе, так и здесь дружат. Даже квартиры рядышком выбирали. Мне предложили, первый, второй, третий. Я говорю, ну давайте мне на третьем, а Тимофеевне она 80 лет. Я говорю, ей на втором. Вот она так обрадовалась. И плакали, и смеялись, и радовались, и не знали как вообще. Как рассказали в администрации Свободного, эта пятиэтажка пока единственная, которую построили по программе переселения из аварийного фонда. Возвели 35-квартирный дом меньше, чем за год. Всего же за время действия программы с 2011 года в Свободном сдали уже 35 многоквартирных домов. Смогли расселить 50% ветхих квадратов. Но сейчас вот темп стройки, он с каждым годом увеличивается. Вот губернатор Александр Александрович, он, скажем так, решает вопросы с финансированием, с федерального фонда. И на сегодня, я говорю, у нас не было такого, чтобы мы, допустим, строили 10 домов одновременно в год для переселенцев. Вот сегодня мы строим 10, 12, 13 домов ежегодно. Роберт Каминский поделился, сейчас в город зашли инвесторы, которые строят три пятиэтажных дома. Для Свободного этот факт имеет большое значение, ведь здесь давно никто и ничего особо не строил. А в последние годы город за счет ГПЗ и космодрома растет и активно развивается. Более того, стройки от частных инвесторов помогают сдерживать цены на вторичное жилье в городе. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Первый областной.